всем здравствуйте рада всех приветствовать сегодня у нас понедельник а значит сегодня у нас дизайны прямом эфире мы с вами сегодня сделаем очень интересный вариант дизайна очень необычный можно работать с этим дизайном в принципе любой коллекции можно новой капсулы работать можно работать коллекция new generation дизайн это достаточно сейчас уже набирает оборот достаточно становится популярным и я расскажу покажу как его сделать правильно как с ним работать всем здравствуйте еще раз напоминаю кто меня не знает меня зовут анастасия челюбеева всех рада приветствовать не будем долго тянуть и переходим к работе так я думаю что многие из вас видели эти дизайны многие из вас даже может быть уже пробовали эти дизайны сегодня мы разберем их в прямом эфире но вот понравились нам эти дизайны мы решили тоже не отставать и сделать вот такой вариант символично девочки да мне захотелось символично очень сделать наш лого поэтому конечно же конечно же я не могла пройти мимо всем здравствуйте всем добрый вечер вот сейчас разберем с вами как это делается и с помощью чего наш основной сегодня будет помощник девочки это у кого он лежит у кого за завалялся доставайте будем им работать это гель жидкие камни гель этот у нас в работе достаточно давно уже даже не помню в каком году вышла эта техника уже много лет этой техники гель жидкие камни мы раньше создавали при помощи этого геля объемные декорации объемные украшения далее у нас вышла техника nail cruise тоже с использованием этого геля и вот сейчас мы его вспоминаем мы его достаем и сделаем еще один более современный вариант дизайна очень интересно смотрится и цвет может быть дизайна абсолютно любой какие же вы крутые все имеете спасибо девчонки стараемся конечно как мы не можем мы не имеем права отставать от моды отставать от от тенденции моды поэтому конечно же мы идем в ногу со временем и так я подготовила уже кипсики давайте приближить чуть-чуть камеру и начнем работать так чем заменить девчонки чем заменить ну смотрите можно попробовать использовать джемте гель но не пробовала не знаю попробуйте может быть у вас получится поработать с джемте либо просто можно пробовать какой-нибудь скульптурный гель совмещать также с гель лаками с гель красочками что мне понадобится мне понадобится гель жидкие камни и мне понадобится любой оттенок который мне захочется ну я конечно очень хочу техно но я боюсь что он будет очень яркий в эфире и вам будет плохо видно на камере ну хотя он ну блин это летний дизайн это это прям лето летнее это вообще-то сок сок сей коллекции вот я хочу сделать себе такие такой вариант дизайна потом с этим оттеночком давайте сейчас возьмем какой-нибудь поспокойнее чтобы в прямом эфире было хорошо видно давайте возьмем оттеночек из нашей капсулы я предлагаю его сейчас зад так давайте фильтр выключу сразу девочки у джемте нет липкого слоя но мы будем джемте использовать не в чистом виде поэтому возможно джемте тоже будет удобно работать пробуйте в любом случае нужно пробовать мы взяли гель жидкий камни для этого дизайна он подходит идеально поэтому я буду показывать работу с ним вы можете поэкспериментировать в принципе можно взять какой-нибудь густой скульптурный гель гель желе можно попробовать его использовать то есть просто попробуйте те материалы которые у вас есть под рукой я думаю что нибудь в любом случае подойдет да давайте возьмем цвет из новой капсулы помните предыдущие эфиры да этот цвет немножечко все-таки более в бирюзовую сторону склоняется здесь он более голубой но тем не менее думаю что тоже будет очень красиво смотреться и так поэтапно добрый вечер постараемся конечно сохранить эфир мы стараемся всегда сохранить эфир и выкладывать его поэтому конечно конечно я думаю что выложим обязательно и так первое что мне нужно сделать это покрыть ноготок этим цветом работать мы будем только этим цветом то есть тот цвет который мы с вами изначально выбрали этот цвет у нас и будет использоваться в работе только он покрыли здесь в принципе мне не нужна не толщина не равномерность покрытия цветом потому что дальше у меня будет еще ни один слой поэтому это сейчас у меня идет как цветовая подложка салфеточка влажная мне понадобится добрый вечер девочки по поводу в вебинар не подскажу честно не подскажу я немножечко не в теме вебинара поэтому это лучше напиши напишите вопрос потом в директ хорошо так еще раз еще раз показываем мы взяли оттеночек из новой капсулы подсушиваем наш цвет и делаем теперь основной замес что мы для этого берем мы гель жидкие камни этот тюбик голубой девочки это не розовый у нас еще есть полимер жидкие камни он немножко другой вы можете попробовать если у вас есть он вы можете его попробовать но сейчас данный момент я использую гель жидкие камни у него другая консистенция смотрите принципе как мы работаем этим гелем техники дизайна nail crust мы получаем из него 3d гель объемный гель что нужно сделать мы смешиваем гель жидкие камни с м пастой при смешивании этого геля с м пастой у нас получается достаточно густой 3d гель который стоит в высоту сейчас наша задача немножко другая наша задача получить не такой густой гель для того чтобы у нас получилась буква наша более обтекаемая что для этого нужно для этого мы берем вместо м пасты с вами тот оттенок эмилак который мы выбрали почему именно этот оттенок чтобы у нас цвет был не прозрачный и потом не выделялся не просвечивал через еще один слой цвета поэтому мы замес делаем тоже цветной гель лак гель лак эмилак он немножечко разжижает гель и гель он более податливый более мягкий получается что мы делаем смотрите мы делаем вот такой замес добавляем в наш гель жидкие камни мы добавляем выбранный оттенок эмилак еще раз скажу что использовать мы можем абсолютно любой цвет этот дизайн девочки у вас подойдет под любой запрос клиента вы можете сочетать этот вариант дизайна с любым цветом вы можете делать не на весь ноготочек делать какую-нибудь отбивку другим цветом то есть вариантов использования может быть масса я вам показываю сейчас основу основ добрый вечер всем добрый вечер всем хорошего дня хорошего вечера у кого какое время суток сейчас сделали и у нас получается с вами замес смотрите гель получился густой но он начинает более ложится более мягко то есть он ложится с выравниванием видите он сильней выравнивается вот эта консистенция она будет идеально для нашего дизайна что мы делаем опять вы можете буквы делать любые писать можете что угодно можно писать море по-английски да можно писать там солнце то что угодно все что вашей душе захочется но я символично сделала конечно лога наши эми мне захотелось я посчитала что это будет самый идеальный самый интересный вариант что мы делаем прям по липкому слою не убирая дисперсию мы начинаем с вами писать букву мы не пытаемся сразу выложить букву в толщину в большую не пытаемся у нас будет несколько подходов поэтому нам это не нужно мы постепенно постепенно будем наращивать толщину чтобы у нас все хорошо просыхало и никуда не убегала прорисовали разворачиваю и дорисовываю стараемся чтобы буква у нас с вами была одинаковая по ширине со всех сторон это будет красиво смотреться чтобы не было такого что у вас с одной стороны буковка тоненькая с другой стороны буковка толстенькая то есть выводим примерно одинаковую ширину по всей поверхности сделали очень красиво кстати будет сочетаться вот допустим такой же вариант до либо логотип либо какое-то слово когда вы возьмете ту же капсулу и сделаете один пальчик допустим вот этим вот бирюзовым цветом второй пальчик вы сделаете тем же оранжевым цветом то есть ту же капсулу вы проработаете в такой технике очень интересно будет смотреться просушиваем на данном этапе мы просушиваем набор джемте гели получится девчонки пробуйте не могу сказать сейчас наверняка потому что я не работала с джемте я не пробовала мы сразу взяли гель жидкие камни и им получилось сделать идеально поэтому попробуйте возможно у вас и получится джемте а он не подходит для 3d геля для этой техники возможно он подойдет поэтому попробуйте джемте без липкого слоя но вы видите что я сейчас добавила гель-лак гель-лак у нас цвет он с липким слоем он с дисперсией поэтому у джемте в любом случае уже появится дисперсия и сверху мы начинаем прорисовывать с вами повторно нашу букву и количество слоев девочки зависит только от вашего желания по поводу толщины то есть как вы хотите более объемную букву менее объемную букву здесь зависит только от вас то есть ну первый слой конечно это тонковато будет потому что мы сверху с вами будем еще покрывать цветом и финишем и объем если вы оставите один слой скорее всего максимально уйдет поэтому стараемся хотя бы два слоя можно и 3 я сделаю в три слоя чтобы у меня буковка блатка прям объем ненькая красивенькая сделали вторым слоем я могу поправлять вторым третьим слоем поправлять если где-то мне что-то не нравится я хочу потолще смотрите насколько универсален этот материал да и и мы работаем и как 3d гелем и в то же время мы и можем работать и в технике добавив другой материал до совершенно в другой технике очень универсальный гель подсушиваем для просушки в принципе 30 секунд у вас вполне достаточно сушить вот 30 секунд сушу с каждой слоя девочки 30 секунд просушили и работайте дальше то есть у нас получается наш замес на прозрачной основе гель сам прозрачный и в связи с этим все абсолютно хорошо будет просыхать то есть смотрите не делайте очень плотный цвет во первых просыхать не будет во вторых девочки у вас если будет преобладать гель-лак здесь в этом замесе у вас не будет объема то есть он будет просто-напросто плыть поэтому конечно преобладающая часть это жидкий камень гель и за счет этого видите он такой немножечко полупрозрачный просыхает он в толщину отлично 30 секунд вами лампе вполне достаточно эфир по пилочному маникюру насколько я помню он кажется был уже так продолжаем я сделаю еще один слой чтобы буква такая была прям объемненькая красивенькая то есть можно на одном пальчике сделать но если допустим вы пишете это слово можно на одном пальчике сделать бирюзовый буквой е на втором пальчике сделать на оранжевом если этого скапсула до на оранжевом ми допустим как я делала на одном цвете можно сделать на разных оттеночках тоже будет очень круто смотреться если у вас дизайн полностью задуман на капсуле подойдут абсолютно любые оттенки конечно летние шикарные оттенки из new generation это будет вообще огонь огненный потому что коллекция как мы знаем ярко очень вот капсула очень яркая коллекция тоже шикарно подходит для этого дизайна принципе даже на пастельных оттеночках я думаю что этот вариант дизайна будет смотреться отлично сделали буковку смотрите что мне нравится каждым слоем я могу сильнее и сильнее выравнивать буквы то есть если где-то что-то мнение не нравится следующим слоем я могу под выравнить мою буковку и она будет смотреться то что прям вот доктор прописал то есть каждый слой он имеет свойство до выравнивать то что допустим не выравнилась первым предыдущем слое какие еще ждать эфиры девочки не знаю честно эфиры мы придумываем вот прям прям вот перед эфиром да ну как бы за несколько дней вот какая тема какую тему хочется какая тема сейчас актуальна той темы придумываем этот на самом деле дизайн родился совершенно вот нежданно негаданно и мы решили по нему провести дизайн потому что сейчас актуальны яркие летние коллекции дан вышли несколько новых коллекций и сейчас как раз этот дизайн будет очень очень востребованным поэтому вот решили выйти с этим дизайном в эфир просушили 30 секунд окончательно можно просушить одну минутку перед тем как покрывать следующим слоем жидкий камень гель жидкий камень гель плюс в данный момент я взяла цвет из капсулы это бирюзовенький оттеночек из капсулы из 2 капсулы взять вы можете оттенок любой то есть мы покрыли цветом дальше мы сделали замес жидкий камень гель плюс этот же оттенок эмилак и сформировали букву здесь может быть буква любая дальше после этого что нам нужно сделать нам нужно эту букву утопить чтобы был вот такой вот эффект как будто буква внутри нам нужно ее утопить как мы это делаем мы берем опять этот же оттенок не снимаем не дисперсию ничего и с вами покрываем покрываем нашу букву сверху еще одним слоем цвета почему я вам начали и сказала что не пытайтесь выровнять не пытайтесь на и нанести без проплешин потому что у нас будет еще второй слой цвета но между этими слоями мы поместили объемную букву что я сейчас делаю я стараюсь нанести цвет так чтобы он у меня утопил букву но не залил ее то есть я стараюсь под выровнять и убрать лишнее почему потому что если вы нанесете цвет сильно жирненько сильно так ворсинку сейчас уберу сильно объемно у вас буковка утонет больше чем нужно и не будет такого прям красивого эффекта поэтому стараемся максимально максимально убрать излишки сделали и сушим далее несколько секунд гель-лаку выровняться и просушиваем одну минуточку можно узнать вебинар сейчас идет это прямой эфир девочки это просто прямой эфир по понедельникам по дизайнам у нас каждый понедельник на аккаунте екатерина мирошниченко с вами проходят прямые эфиры по дизайнам где-то по дизайнам где-то по моделированию сегодня запланированный прямой эфир пожалуйста девочки мы всегда с вами готовы делиться всеми секретиками всеми фишечками для удобства вашей работы так дальше что мне нужно просушила одну минуточку дальше мне нужен топ опять здесь вы можете украсить дизайн любыми шарми конами вы можете как я уже говорила делать этот дизайн с отбивочкой 50 на 50 то есть какой-то другой цвет добавить снизу вариантов может быть масса но давайте вот следующие если мы сейчас ну мы по-любому сейчас успеем давайте сделаем еще один вариант мы закончим логотип и сделаем с вами какую-нибудь отбивочку допустим другим цветом из той же капсулы давайте так сделаем доделываем этот дизайн что нам понадобится нам понадобится естественно с вами матовый топ вельвет покрываем матовым топом так как вот этот вот эффект все-таки лучше всего смотрится именно под матовым он прям такой получается прям аппетитный покрываем таким же образом девочки как и вторым слоем цвета наносим с вами матовый и убираем изнутри излишки но для того чтобы убрать излишки я сначала должна хорошо прокрыть весь ноготочек то есть прокрыла весь его сначала и только потом немножко убираю излишки для чего все поняли уже до для того чтобы у меня буковка получилось более объемная и мы с вами просушиваем две минуты в лампе минимум две минуты минимум любой финиш любой финиш тем более матовый сохнет в лампе окончательно минимум две минуты если у вас лампа недостаточно сильная недостаточно мощная значит сушите еще дольше и 3 минутки и 4 минутки на типсе это удобно а вот на ногти мне кажется будет неудобно почему девчонки почему дна ноготочки должно это быть неудобно в принципе убрать излишки кисточкой вы также можете вы покрыли полностью ну простите меня за мой маникюр не могу его переделать потому что планируется у меня эфир в котором я буду показывать работу с ноготочками поэтому я терплю тяну их до эфира сделали покрыли и таким же образом смотрите вы убрали излишки ну то есть как бы в принципе что здесь неудобного и в лампу ноги вообще не стоит такое делать не девочки такое на ногах конечно педикюре я думаю что не стоит в любом случае делать такой вариант дизайна потому что у вас у вас педикюр это совсем другое педикюр там же объем особенно если закрыта обувь объем в принципе не допускается поэтому педикюре я думаю экспериментировать не стоит давайте с вами сделаем второй вариант ну вот я посмотрю внизу нижнюю часть я сделаю вот здесь не поэтому верхнюю я могу сделать с отбивкой допустим оранжевым цветом или наоборот сделать низ оранжевый вверх голубой без разницы то здесь уже ваша фантазия взяли и сделали небольшой декор если на руке клиента конечно это легче будет сделать тонкой кистью покрыли под кутикулу единственное вам нужно аккуратнее будет работать в конце когда вам нужно будет еще один слой покрывать то есть здесь целесообразно покрыть сначала два слоя оранжевого а потом делать уже голубой выводим кисточкой подводим тоненькой и подсушиваем в лампе сушим хочется немного оживить ноготок а то как с бабушку какой ноготок девочки так сезон а вы про педикюр наверное говорить босоножек девчонки ну видите не все клиенты летом ходят в босоножках очень много сейчас клиентов даже летом ходят у нас в закрытой обуви поэтому здесь с этим очень аккуратно во первых во вторых вы не берете в расчет что есть закрытые босоножки то есть босоножки босоножкам тоже рознь здесь с этим просто это нужно обговаривать с клиентов с клиентом потому что есть босоножки допустим достаточно закрытые и у них носик пальчик большой прям утопает поэтому здесь это все уже индивидуально сушим дальше покрываем голубой голубой тот же самый делаем композицию покрываем тот же самый это все напоминаю коллекция коллекция у капсула 2 симбиоз ну вот просто захотелось мне почему-то сделать дизайн с этой коллекцией до этого я делала вот эти дизайны это у нас коллекция new generation сделали вот она наша родная капсула очень люблю эту коллекцию она такая прям достаточно яркая и по отдельности цвета очень красиво смотрятся и вместе цвета очень красиво смотрятся как ни крути сделали тонкий слой просушиваем отбивочку сама сделать лучше после того как вы уже прокройте второй слой так этот цвет мы уже убираем и оставляем второй цвет здесь я немножечко добавлю жидкого камня потому что мне понадобится его чуть чуть больше и добавляю снова гель-лак этот же самый оттенок эмилак тот же самый опять получила замес и им продолжаю работать кисть в принципе можно использовать девочки любую так где моя первая буковка смотрю смотрю на каком расстоянии примерно мне нужно сделать примерно ну опять это сейчас мне неудобно потому что типсы идут порознь да когда это на клиенте вы будете делать вы естественно будете видеть пальчики будут рядышком это будет гораздо удобнее черновой вариант нарисовала смотрю по моему как раз попала тема у нас сегодня вот такие объемные дизайны с гелем жидкие камни новый скажем таки тренд этого сезона да вот такие объемные буквы и мы решили как раз по ним сделать эфир прокрашиваем теперь уже на чистовую я делаю вывожу буковку и буду просушивать здесь также у меня будет два три слоя поэтому все я еще поправлю единственное смотрите чтобы у вас примерно буковки были одинаковые по ширине равномерные не одинаковые больше а равномерной по ширине но это все сверху еще будет поправляться вторым третьим слоем подсушиваем всем здравствуйте кто присоединяется нам к нам только 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 всем здравствуйте всех рады видеть сегодня тема у нас да это объемный дизайн с гелем жидкий камень вот такой вот гель жидкие камни и вот такой у нас идет объемный дизайн при помощи этого геля кто кто следит за тенденциями за новиночками за новыми дизайнами вот уже уже несколько раз видела вот такой дизайн у нас неоднократно появлялся в интернете и мы решили сегодня сделать его и показать как удобнее всего какими материалами удобнее всего его сделать девочки замена я уже сказала можно попробовать поработать с джемте но я не пробовала с джемте сразу говорю я не работала я сразу работала с гелем жидкий камень попробуйте если нет можно взять какой-то густой конструирующий скульптурный гель и попробовать сделать дизайн с ним базу какую базу если попробовать макси но возможно получится более жидкая консистенция потому что гель-лак сам цвет он не забывайте что он немножечко разжижает материал это гель-лак да цвет гель-лака тот же самый тон в тон плюс гель жидкие камни подсушили 30 секунд и делаю на чистовую третий слой вот уже кто-то попробовал девочки значит не подойдет база макси значит попробуйте скульптурный гель какой-нибудь и так и третий слой уже на чистовую можно два оставлять слоя но в третий слой дизайн получается более объемный более интересны потому что как уже видели девочки которые сначала эфира присутствует мы покрывать сверху будем еще слоем цвета и еще слоем топа поэтому конечно чем у вас объем не получится буковка тем она в конце будет интереснее смотреться слова вы можете добавлять любые вы можете писать все что хотите love море солнце без разницы на английском на русском здесь у вас фантазия ваша абсолютно неиссякаема жидкий камень гель у него немножечко другая другая составляющая он они немножечко разные по своим свойствам допустим при жидкий камень гель это система система совсем другая и естественно составляющие разные при смешивании жидкого камня с м-пастой мы получаем с вами 3d гель при смешивании джемте с м-пастой 3d геля мы не получим то есть у них совсем разный состав и они имеют несколько разные формы формулы здесь смотрите здесь я брала гель жидкие камни а гель жидкие камни у нас идет с дисперсии с липким слоем джемте гель идет без дисперсии без липкого слоя в эту технику вы можете пробовать этот и другой материал я брала гель жидкие камни он идеально подошел для этой техники вы можете попробовать работать с джемте гелем со скульптурным гелем без разницы то есть чем-то тоже густым и то же самое мы подсушили с вами и покрываем покрываем тонким слоем цвета продолжаем заканчиваем наш дизайн почему я вам говорила что отбивочку если вы хотите сделать стоит ее делать после потому что вы видите что я еще буду работать с цветом если я бы сделала отбивочку то у меня не получилось бы аккуратно подлезть на границу цветов а так как у меня этой отбивочки еще нет то я сначала завершу свой дизайн а потом уже оформлю границу беру тонкую кисточку и подвожу границу цветов подвожу границу цветов если вам неудобно подлезть сюда толстой широкой кистью чтобы убрать излишки материала вы можете взять тоненькую кисть и также убрать излишки материала возле границы и все и потом просто убираем излишки внутри буковок аккуратно если возникли пузырики аккуратно их убираем и даем несколько секунд гель-лаку выровнится сама выровнится сделали и просушиваем все излишки убрала и у меня в буковка вы видите она осталась объемной выравнивается цвет и дальше можно поработать с границей эфир постараемся конечно сохранить все дальше я могу просушить и взять какой-нибудь шармикон чтобы оформить мою границу что-нибудь можно взять из слов из новиночек можно что-нибудь взять вот такой вариант какой-нибудь мы можем взять тоже интересно будет смотреться можно просто линию можно просто тонкие линии взять и оформить это тонкой линии вот такой можно шармикончик взять и оформить наш дизайн то есть здесь вы уже смотрите по своему желанию что вам хочется можно добавить крапинки можно добавить слова то есть уже фантазия ваша здесь не ограничено и вы можете работать с тем что с чем вам хочется как лучше всего выбирать но во первых мне сейчас нужно обезжирить мой дизайн для того чтобы приклеить шармикон я не хочу покрывать его топом the class чтобы у меня не было лишней толщины данный момент мне проще обезжирить мой дизайн снять дисперсию и дальше я смотрю что мне хочется сделать в качестве отбивочки то есть я могу вот так сделать я могу золотом выделить я могу вот такие буквы поставить я могу как я вам уже сказала просто линию подчеркнуть шармиконом вот таким то здесь уже не важно здесь уже начинает работать ваша фантазия я сделаю все таки вот такой вариант мне понравился больше со словом приклеиваем аккуратненько спасибо большое девочки переклеиваем поправляем смотрим чтобы у нас все было симметрично и убираем излишки это можно убрать пилкой это можно обрезать как вам удобнее обязательно хорошо приклеили конечно это делать на клиенте желательно все-таки апельсиновой палочкой тщательно аккуратненько приклеили все поправили и дальше девочки сам шармикончик только шармикон чтобы не не убрать эффект с моей буквы сам шармикон я покрою топом т-класс чтобы он у меня очень хорошо носился и держался девчоночки эфир сохраним эфир пересмотрите подробно все рассказала это у нас с вами гель жидкие камни плюс цвет из коллекции капсула капсула номер два ворсинка не нравится мета ворсиночку и подсушиваем так фокус вернись и подсушиваем 30 секунд дальше мы перекрываем с вами также матовым топом нет буквы не пластилин девочки буквы это гель жидкие камни плюс любой оттенок эми лака гель лака любого цветного гель лака подсушили и теперь покрываем также финишем еще раз показываю в качестве финиша я беру топ вельвет это матовый топ без остаточной липкости все материалы вы можете заказать на нашем сайте amyshop.ru или у ваших дистрибьютором в вашем регионе если нет у вас дистрибьютора в регионе то заходите на сайт и делайте заказ все материалы там в наличии которые которые в наличии в принципе они все там представлены amyshop.ru сушим сушим окончательно две-три минуты матовый топ всегда старайтесь просушивать очень хорошо очень тщательно чем дольше сушите матовый топ это у нас не забывайте что гель лаковая пористая система чем дольше сушите матовый топ и в принципе любой топ тем у вас лучше будет носиться ваш маникюр маникюр вашего клиента давайте мы с вами немножечко сместим наши типсики чтобы эти два дизайна поставить рядышком можно пробовать гель краску использовать просто гель лак он сильнее разжижает густой гель жидкие камни и получается такая вот консистенция очень удобная в работе можно пробовать использовать гель красочку плюс конечно я работала цветом и чтобы не искать другой цвет этим же цветом я и продолжила работать девочки по поводу эфиров не могу еще сказать какие будут дальнейшем эфиры будем все учитывать ваши пожелания смотрите вот такой интересный у нас получился дизайн можно экспериментировать делать их разных цветов разный разный шрифт разные буквы то есть вариантов моря вариантов масса можно совмещать вот допустим если остальные ноготочки у вас будут все вот такого оранжевого цвета будет очень круто смотреться у меня есть оранжевый ноготочек то есть смотрите очень интересно очень красиво будет смотреться если все ноготочки остальные будут у вас оранжевые из этой же коллекции прикольно прикольно же классно а пропорции на глаз смотрите по консистенции чтобы вам было удобно выкладывать если вы чувствуете что буква растекается значит добавляете больше геля если вы чувствуете что неудобно работать что сильно густой гель значит добавляете еще капельку гель-лака то есть смотрите просто по консистенции по удобству в работе надеюсь эфир был интересен вам кто будет делать дизайн и отмечайте меня мне будет интересно посмотреть что вы там вытворяете и творите пробуйте разные цвета пробуйте разные какие-нибудь логотипы слова без разницы то есть берете что-нибудь какие-нибудь короткие слова очень прикольно будет при том и на английском и на русском и делайте все девочки я была рада вас видеть встретимся с вами в следующем эфире что-нибудь еще порисуем вот такой интересный необычный дизайн мы сегодня с вами решили сделать все девчоночки всем хорошего вечера до новых встреч пока пока